Полгода работы и в бюджете края почти 118 миллиардов рублей. На еженедельной планерке у губернатора сверяют часы. Все поступления в казну идут строго по плану. Высокие показатели практически во всех отраслях экономики. Ощутить на себе это должны и сами кубанцы. Рост достигнут во всех отраслях. Это обеспечило стабильность уровня жизни населения. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугонии в номинальном выражении составила 106,4%. А уровень оплаты труда 29,5 тысяч рублей. В крае нет на сегодняшний день муниципальных образований, допустивших снижение заработной платы. К концу года доходы краевого бюджета должны быть не меньше 240 миллиардов рублей, напоминает Вениамин Кондратьев. Чтобы достичь этой цели, необходимо мобилизовать все источники, привлекать новые инвестиции и наращивать налоговые поступления. Еще один резерв – эффективное использование государственного и муниципального имущества. Все знают, сколько что стоит. И здание, и земля тем более. Вот здесь смотрите за тем, чтобы не продали за цену, по которой невозможно никогда в жизни не купить. Не может быть продажи, если на самом деле цена ниже рыночной. Возьмите землю муниципального образования и отнимите оттуда землю общего пользования, землю обороны и тому подобное. Поднимайте то, что не оплачивается ни арендой, ни налогом. И придете к тому, что у вас очень много земли будет гулять. Она будет ни под арендой, ни под налогом. А это очень реальные ресурсы и резервы. От реализации муниципальных земель и предприятий дополнительные доходы собираются получить и в краевой столице. Немалую сумму планировали выручить от продажи городской аптечной сети. Нам, конечно, продажа аптек крайне необходима сегодня. Иначе мы не сможем перекрыть выпадающий миллиард сто миллионов. Я, сколько помню, все время эта идея возникает. Коллеги, мы не настолько бедные, чтобы сегодня убрать ту аптечную сеть, которая нам может сослужить добрую службу. Это не экономический сегмент, я хочу вам сказать, аптеки, а больше социальный. Да, безусловно, это выгодно. И сегодня все говорят о том, что это выгодно, безусловно, это прибыли и хорошие прибыли. Но это социальная наша с вами ответственность. Социальная ответственность. Сохранение аптечной сети. Прирост в крае ожидает и в агропромышленном секторе. Кубанские хлеборобы бьют очередной рекорд. На этот раз собрали 10 миллионов 364 тысячи тонн зерна. При этом практически весь урожай самого высокого качества. 85% пшеницы – это пшеницы с высокими хлебопекарными качествами. Я скажу, 65% – это четвертый класс, 20% – третий класс и фуражный у нас всего 15%. Это довольно-таки хороший показатель. Я думаю, что и в будущем проблем у нас не будет с наличием сырья. И, конечно же, аграрий получит достойную цену. Прогнозируют небывалого урожая и сахарные свеклы. Сегодня уже приступили к ее уборке. Сладким корнеплодом засеяно больше 200 тысяч гектаров. Из них 2,5 тысячи – кубанскими семенами. Новый урожай уже завозят на перерабатывающие заводы. И из него уже произвели первые 100 тонн сахара. Самое главное, что все 16 сахарных заводов работают. Мы в этом году сделали все, чтобы они максимально были в активной файле. У нас есть все виды на то, что мы получим рекордные сегодня результаты по сахару. Это очень важно, потому что в сахарной подростке мы переработку не потеряли. Передовиков жатвы традиционно отметят на большом празднике. В этом году День урожая проведут позже обычного – в октябре. Сразу после того, как на кубанских полях закончат все работы. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Мскаленко. Кубань-24. Краснодар.